Я читаю книгу Судей, главу восемнадцатую. В те дни не было царя у Израиля, и в те дни колено Данова искала себе удела, где бы поселиться, потому что до то ли не выпало ему полного удела между коленами Израилевыми. И послали сыны Дановы от племени своего пять человек, мужей сильных из Цоры и Естаола, чтобы осмотреть землю и узнать ее, и сказали им, — Пойдите, узнайте землю. Они пришли на гору Ефремову, к дому Михи, и ночевали там. Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита и зашли туда и спрашивали его, — Кто тебя привел сюда, что ты здесь делаешь и зачем ты здесь? Он сказал им, — То и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником. Они сказали ему, — Вопроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем. Священник сказал им, — Идите с миром, пред Господом путь ваш, в который вы идете. И пошли те пять мужей, и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет спокойно, по обычаи седонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто бежал бы, в чем или имел бы власть. А от седоняна не жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела. И возвратились к братьям своим в Цору и Евстаол и сказали им, братья их, — С чем вы? Они сказали, — Встанем и пойдем на них, мы видели землю, она весьма хороша. А вы задумались? Не медлите пойти и взять наследие ту землю. Когда пойдете вы, придете к народу беспечному, и земля та обширна, Бог придаст ее в руки ваши. Это такое место, где нет ни в чем недостатка, что получается от земли. И отправились оттуда, из колена Данова, из Цоры и Евстаола шестьсот мужей, припоясавшись воинским оружием. Они пошли и стали станом в Кириафариме, в Иудее, посему и называют то место станом Дановым до сего дня. Он позади Кириафиарима. Оттуда отправились они на гору Ефремову и пришли к дому Михи. И сказали те пять мужей, которые ходили осматривать землю Лаис, братьям своим, Знаете ли, что в одном из домов сих есть Ефод, Терафим, Истукан и Литый Кумир? Итак, подумайте, что сделать. Они зашли туда и вошли в дом молодого левита, в дом Михи, и приветствовали его. А шестьсот человек из снов Дановых, припоясанные воинским оружием, стояли у ворот. Пять же человек, ходивших осматривать землю, пошли, вошли туда, взяли истукан, и Ефод, и Терафим, и Литый Кумир. Священник стоял у ворот с теми шестьсот стами человек, припоясанных воинским оружием. Когда они вошли в дом Михи и взяли истукан, Ефод, Терафим, и Литый Кумир, Священник сказал им, что вы делаете? Они сказали ему, молчи. «Положи руку твою на уста твои и иди с нами, и будь у нас отцом и священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом?» Священник обрадовался и взял Ефод, Терафим и истукан и пошел с народом. Они обратились и пошли, и отпустили детей, скот и тяжести вперед. Когда они удалились от дома Михи, жители домов, соседственных с домом Михи, собрались и погнались за сынами Дана. И кричали сынам Дана. Сыны Дановы обратились и сказали Михе, «Что тебе, что ты так кричишь?» Миха сказал, «Вы взяли богов моих, которых я сделал, и священника, и ушли. Чего еще более? Как же вы говорите, что тебе?» Сыны Дановы сказали ему, «Молчи, чтобы мы не слышали голоса твоего. Иначе некоторые из нас, рассердившись, нападут на вас, и ты погубишь себя и семейство твое». И пошли сыны Дановы путем своим. Миха же, видя, что они сильнее его, пошел назад и возвратился в дом свой. А сыны Дановы взяли то, что сделал Миха и священника, который был у них, у него, и пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного, и побили его мечом, а город сожгли огнем. Некому было помочь, потому что он был отдален от Сидона и ни с кем не имел дела. Город этот находился в долине, что близ Беф-Рехова. И построили снова город, и поселились в нем, и нарекли имя городу Дан по имени отца своего Дана, сына Израилева. А прежде имя городу тому было Лаис. И поставили у себя сыны Дановы и Стукан. Иоаннафан же, сын Герсона, сына Монасии, сам и сыновья его, были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей той земли. И имели у себя и Стукан, сделанный Михаю, во все то время, когда дом Божий находился в Силоме. Продолжение следует...